Озеро Байкал часто называют жемчужиной Сибири, а сам остров Альхон с сердцем Байкала. В ближайший час мы вместе проедем его с юга на север, заедем в его самые красивые уголки и заглянем в летнее окно, чтобы понять насколько хорошо и тепло тут бывает летом. И конечно заедем на лед, ибо зимний Байкал это реально уникальное сочетание места и времени. Будет много интересных мест и много информации, но больше всего будет красот и количество тут зашкаливает. Это уже вторая часть большого выпуска про Байкал. В первой части мы проехали по Тажиранским степям и побережью Малого моря, а в самом конце я пробил второе колесо и думал над тем, как мне добраться домой. Если вы еще не смотрели, то ссылка вот тут. В первой части мы остановились на том, что я пробив уже второе колесо, пытался добраться до поселка Сарма в надежде найти шиномонтажку. Шиномонтажку я там так и не нашел, но мне сильно помог хозяин одного гостевого дома, который мне продал шину Катуазика, помог перебортировать колесо и я так смог дотянуть до поселка Иланцы, где уже на нормальной шиномонтажке мне починили колесо. Мне было просто уже не до съемок, я ничего не снимал, поэтому к сожалению показать вам из этого ничего не могу. Я не буду лукавить, я сразу скажу, что для съемок этих двух частей я ездил на Байкал шесть раз. Это не значит, что все эти места нельзя посетить за несколько дней, можно. Дело в том, что я офисный работник и для съемок меня остаются только выходные дни. Может быть оно и к лучшему, ведь результат превзошел даже мои ожидания, ведь в этом выпуске вы увидите Байкал в разных временах года. Вторая часть посвящена Ольхону и кажется пора начинать. Прежде чем заехать на паром и приправиться на сам остров, я хочу показать вам еще пару мест неподалеку от Тажиранских степей. Одно из них это мраморный карьер в поселке Бугульдейка. Я не успел заехать туда летом, но осенью там кажется еще красивее. В поселке Бугульдейка живет около тысячи человек, расстояние на Байкала всего один километр. Однако его самая известная достопримечательность это отнюдь не озеро, а местный мраморный карьер. Залежем мрамора около двух миллиардов лет, что намного старше самого Байкала. Месторождение мрамора было открыто в 70-х годах 20 века. Здесь добывался мрамор высшего сорта и он использовался для изготовления скульптур. Сейчас добыча уже не ведется, так как любая промышленная деятельность на побережье Байкала запрещена. Заброшенный карьер стал интересным туристическим местом. Попасть сюда может любой желающий. Выглядит все это весьма завораживающе. Стоит отметить и тот факт, что с этого места открываются восхитительные виды на Байкал, Бугульдейку и одноименную реку. Второе место, оставшееся без внимания, это долина каменных духов. Я не забыл про нее летом, когда снимал первую часть, но так как я приехал сюда в сумерках, красивых кадров, увы, не получилось. Но осенью, в лучах утреннего солнца, это место выглядит уже совсем по-другому. По легенде, тут когда-то сражались два шамана, белый и черный. У каждого было равное количество сил и не могли победить друг друга. Каждый собрал себе войско, но и это не помогло. Тогда боги разозлились и превратили двух шаманов в горы, а их войска в эти каменные останцы. Эти останцы мне очень напомнили красноярские столбы. Только если в Красноярске тебе нужно ходить пешком, то здесь в Тажиранах их можно все объехать на машине. С достопримечательностями Тажиранских степей и окрестностями Малого моря, пожалуй, все. Пора отправляться на Альхон. На самый большой остров Байкала нет моста. Есть только двухкилометровая паромная переправа. И да, она все еще бесплатная. На переправе задействовано три грузопассажирских парома. Их общая вместимость 44 легковые машины, что для летнего сезона катастрофически мало. В очереди на паром можно простоять до полудня, а то и больше. Я прошлым летом ждал всего 3 часа. Да, всего. Ведь это довольно средний показатель. В общей очереди стоят не все. Существует отдельная очередь для рейсовых автобусов и маршрутных такси, следующих из Иркутска. Эта же очередь и для местных жителей. Тут правильнее будет сказать так. Если в вашей машине есть человек с местной пропиской, то эта машина попадает в эту отдельную очередь. Местные этим пользуются и так зарабатывают. Многочасовые ожидания – еще одна причина, по которой я приехал сюда именно осенью. Получасовое ожидание парома после летнего зноя на переправе кажется просто смешным. Перед вами остров Альхон. Самый большой остров Байкала. Что мы о нем знаем? Длина составляет почти 74 километра, а ширина достигает 15. Общая площадь 730 квадратных километров, что сравнимо с такой страной как Сингапур или более привычным для восприятия городом Уфа. Население острова небольшое, порядка 1700 человек, основная часть которого проживает в поселке Хужер. Смею предположить, что небольшая численность местного населения связана не только со значительной удаленностью от города, проблемой с переправой, особенно в ледостав, но и в отсутствии базовой инфраструктуры, ведь до 2005 года Альхон не был банально электрифицирован. Ладно, обо всем по порядку. Начну я с любимого. С дорог. Их здесь нет. Вернее нет ни одного метра асфальта. Но если быть до конца честными, то на момент съемок асфальта действительно еще не было. Однако на момент публикации ролика появилась информация, что проложены первые 500 метров асфальтированной дороги. Но так как это чуть больше одного процента от расстояния между паромной переправой и Хужером, то этим фактом можно пока пренебречь. А так тут расположена гравийная автодорога протяженностью 36 километров. Честно говоря, это те же Тажеранские степи. Пыльные, иногда с торчащими камнями, но бесспорно красивые. Юго-западная часть острова это как бы продолжение Тажеранских степей, в то время как его большая восточная часть покрыта лесом. Однако на юге одно дерево все же есть. Это береза. Все бы ничего, да наверное в радиусе 50 километров тут нет ни одной другой березы или вообще какого-то дерева. Наверное поэтому ее так оберегают, даже построили вокруг нее забор. Еще один интересный факт. Как я уже сказал ранее, до 2005 года Альхон не был электрифицирован. Несмотря на то, что в Иркутской области на тот момент функционировало три мощных ГЭС, единственными источниками энергии на острове были несколько дизельных станций. Чтобы протянуть электричество до острова, силовой кабель пришлось прокладывать прямо по дну пролива Альхонские ворота. И это было сделано единой двухкилометровой нитью без стыков. Стоимость всех работ составила почти полмиллиарда рублей. Пока я тут рассказывал про электричество, мы подъехали к первой исторической реликвии Альхона. Курканской стене на мысе Хоргой. Это каменная кладка, построенная, по некоторым данным, древними курканами в 5-6 веке нашей эры. И если это правда так, то строители у них были явно лучшие, потому что и до 21 века стена достояла, пусть и не сохранилась полностью. Едем дальше. Сразу оговорюсь, что путешествие по Альхону это проезд от точки до точки. Но больший кайф ты ловишь именно от этого перемещения. Когда ты просто смотришь в окно, а там Байкал. И да, все точки я сохраню в описании под видео, так что вы без проблем сможете выставить их в своих картах. Если вы отправитесь на Альхон, то наверняка поселитесь именно в Хужире, потому что это самый крупный поселок на острове. По данным на 2018 год в хужирском муниципальном образовании проживало чуть больше 1700 человек. То есть почти все на острове. Хужир основан не так давно. В 1938 году и связано это с созданием маломорского рыбзавода, который просуществовал до конца 80-х. А после начал разваливаться. Сейчас постройки бывшего рыбзавода и бывшего порта Альхон это гостиничный комплекс прямо на берегу Байкала. А рядом с ним территория арт-объектов, по которым я с большим удовольствием походил с камерой в руках. На протяжении нескольких лет тут проходит фестиваль по созданию малых архитектурных форм и арт-объектов под названием Арт-Бухта. И по моему скромному мнению, лучшего места под такое мероприятие не найти. Арт-объекты на Альхоне смотрятся максимально гармонично. Здесь же можно увидеть и полазить по заброшенным катерам. Эти суда уже никогда не смогут выйти в море, но бесполезными они от этого еще не стали. Поселок Кужир это прежде всего территория проживания туриста. Разнообразные автомобильные, пешие, конные и водные экскурсии, кафе, сувенирные лавки и конечно сдача жилья в аренду. Это главные источники дохода местного населения. Летний сезон здесь длится примерно 2-3 месяца и пик приходится на июль и август. Я, как и многие иркутяне, летом обычно отправляюсь на Альхон с палаткой. Например, в прошлом году мы прожили 4 дня в июле и вот как я впитывал солнечные лучи в полдень. Ожидать летнего пекла здесь не приходится. Да и погода тут меняется каждые несколько часов и в основном зависит от ветров. Если вы собрались приехать на Альхон дикарями, то вот вам пару байкальских советов. С собой нужно обязательно брать брезентовые туалеты, потому что здесь нет никаких кустов и деревьев. Ну и общественных туалетов здесь тоже никаких нет. По этой же причине с собой нужно брать и дрова, если хотите пожечь костер. Кстати, дрова можно купить прямо по дороге, еще на материке в поселке Касая Степь или Еланцы. В Хужире найти дрова очень сложно, потому что любая вырубка деревьев на острове, конечно, запрещена. Летом на Байкал нужно брать и купальник и термобелье. Будьте готовы, что ночью тут будет холодно, а днем бывает жарко. На Альхоне почти нет никаких надоедливых насекомых. Отдыхать можно спокойно. А если вы остановитесь, как мы, вот на этом пляже перед Хужиром, то вид на самую главную достопримечательность Альхона, мыс Бурхан, вам обеспечен. Именно эту скалу вы увидите, стоит только ввести слово Байкал в поисковую строку. Именно мыс Бурхан, или как его еще называют, скала-шаманка, стала визитной карточкой Байкала. Мыс Бурхан признан одним из девяти великих азиатских святынь. И, конечно, как и все святые места на Байкале, он давно оброс легендами. Согласно преданиям, некогда существовали божества. Их называют Найонами, которые спустили с небес на землю, дабы вершить суд над людьми. Всего их было тринадцать. Самый старший и самый сильный из них хан Хуте Баабай избирал себе три места обитания. На небесах, в подземном мире и в пещере на мысе Бурхан. По другой легенде, некогда обитала злая старая шаманка. Жить спокойно людям не давала, гром и молнии посылала она на землю. С ней сражались трое богатырей, но не смогли одолеть колдунью. Но вот простому охотнику это удалось. Шаманку похоронили и поставили над ней большую скалу. По более современной легенде, недалеко от мыса Бурхан открывается портал Другое измерение. Я понимаю, что отвлекаться на подобные истории не стоит, но весь Байкал оброс легендами и мифами. И если вы здесь окажетесь, местные гиды их расскажут вам еще и не один десяток. Потому что легенды – это неотъемлемая часть местной культуры. Смотрите сами. Первая легенда о 13 наенах, спустившихся с небес на землю, приобрела и материальные формы здесь, на земле. Возле мыса Бурхана в возвышении стоят 13 святых столбов с РГ. Я уже рассказывал о святых местах в первой части, но вот именно эти столбы самые главные на Байкале. Основание столба находится в земле, говорит о царстве мертвых. А острие столба указывает в небеса, где существуют найоны. Каждый из столбов обмотан кусочками разноцветной ткани, а ветер колышет их. Считается, что написанные на этих ленточках молитвы таким способом доходят к богам в небеса. Вот что могу сказать наверняка, что ветер тут действительно колышет ленточки. Причем делает это он постоянно и сильно. А нам пора заехать в Хужир, ведь толком я так его и не показал. Сам поселок находится как бы за спиной мыса Бурхана и закрыт от пронизывающего ветра. Повторюсь, на острове нет ни метра асфальта. Это центральная улица Хужира. Как это не удивительно, но это не улица Ленина, а улица Байкальская. Один мой друг говорит, что она похожа на центральную улицу городка из фильмов про Дикий Запад. Еще в Хужире есть православный храм, школа, краеведческий музей и… свой аэропорт. Как и положено, взлетно-посадочная полоса вынесена за пределы населенного пункта. В местное Домодедово, поселок Харанцы. Аэродром построен здесь еще в советское время, но и сейчас сюда можно долететь на маленьком самолете. Ведь аэродром функционирует и принимает рейсы из Иркутска и Улан-Удэ. Конечно, такой способ добираться до Альхона дороже, но я хочу как-нибудь именно прилететь сюда. Можно только вообразить, какой шикарный вид открывается из иллюминатора вот того самолета. Но есть и минус. Ведь тогда на Альхоне я окажусь без своей машины, а остров не предназначен для путешествий на своих двоих. По моему мнению, Альхон нужно именно объездить и сколесить его пыльные дороги. Субтитры сделал DimaTorzok Сарайский пляж – это, пожалуй, второе после мыса Бурхан место в списке основных достопримечательностей острова. Пару лет назад здесь проложили экотропу, оборудовали туалеты и места для отдыха. Летом здесь очень много туристов, зато осенью тут почти никого нет. Можно погулять по берегу, посмотреть на другую сторону Малого моря. Сарайский пляж сегодня – это место отдыха, но раньше в этом лесу сжигали и хоронили шаманов. Местные жители боялись сюда заходить и лес назвали шаманским. В шаманском лесу можно встретить и шагающие деревья. Их называют так за причудливую форму корней, выступающие над поверхностью земли. Сильный байкальский ветер буквально уносит почву прочь от дерева, постепенно делая корень оголенным. В плане деревьев ольхон богат на историю. Вот, например, этой сосне, растущей в шаманском лесу, 252 года. Ее называют дерево-мать. А неподалеку растет царица дюнных песков ольхона. Это тоже очень старая сосна, ей уже 365 лет. Но самые старые деревья ольхона растут на Улан-Хушинском песчаном массиве. Чтобы их увидеть, нужно проехать немного севернее. Вот этой сибирской лиственнице по официальным данным 410 лет. Однако я приехал сюда, чтобы посмотреть на вот это дерево. Его называют страж ольхона, потому что это самое старое дерево на ольхоне и вообще на Байкале. Ему уже 780 лет. У стража ольхона прямостоящий ствол, оканчивающийся длинной сухой верхушкой. В нижней части ствола имеется большое дупло. Крону дерева формируют три крупные ветви. По своему облику материнская особь и дочерние деревца сибирской лиственницы являются уникальным ботаническим объектом. По своей внешней форме единственным на острове. Чтобы понять, насколько старое это дерево, достаточно сказать, что в 1243 году начался не лучший период истории Руси – монголо-татарское иго. Раньше я об этом не знал, но оказывается, что в России существует национальный реестр старовозрастных и удивительных деревьев, в которые входят 9 деревьев с острова Ольхон. Кстати, та береза, что мы видели в начале, тоже включена в этот список. Независимо от того, включены ли деревья в реестр или нет, на Ольхоне они все уникальны. Особенно те, что растут ближе к берегу. Ветер ломает, скручивает, выбивает почву из-под корней. Но упрямые сосны и лиственницы Ольхона растут не смотря ни на что. Как я рассказал в самом начале этого видео, я езжу на Байкал только в выходные, поэтому, чтобы выйти в понедельник на работу отдохнувшим, после обеда в воскресенье уехал домой. Но через три недели вернулся. Я приехал на Ольхон в пятый раз и в этот раз я прям нацелен и приехал сюда, чтобы доехать до мыса Хабой. Это самая северная конечность Ольхона и отсюда, где я стою, до Хабоя 25 километров. Но 25 километров это не гравийки и не только там полевой дороги. Это прям 25 километров ну довольно хорошего такого бездорожья. Благо сейчас не было дождей и дорога сухая. Я надеюсь, что на фаре я смогу туда пролезть. На самом деле я зря боялся. Осенью дороги укатаны, проехать можно на обычном кроссовере. Вот это, пожалуй, самый сложный участок с диагональным вывешиванием, который мне попался и то уже на пути обратно. Но прошлым летом из-за редких для местности дождей был настоящий оффроуд. Даже местные буханки, короли Ольхона, не могли тут проехать, вязли в грязи. Самый северный населенный пункт Ольхона это метеостанция Узуры. А если забраться на гору Талгой, в переводе голова, то можно насладиться просто невероятными видами. В северной части острова больше нет населенных пунктов. Турбокс или гостевых домов. Сюда возят экскурсии. Здесь действительно есть на что посмотреть. И это не только природа. Особый интерес у гостей вызывает статуя, которую именуют хранителем Байкала. Бронзовую скульптуру создал известный во всем мире Даши Намдаков в 2018 году. До того, как приехать на Ольхон, я ни капли не сомневался, что эта скульптура выполнена из старого дерева. Но нет, она вся бронзовая. И в местах, где ее чаще всего трут, видна эта самая бронза. Интересный факт. После установки скульптуру осветили шаманы. А до этого проводили даже шаманские обряды, чтобы получить одобрение местных духов на создание и установку хранителя Байкала. Но пора ехать дальше. Еще севернее. Через пару километров на восточной стороне Ольхона можно остановиться и посмотреть на мыс Шунте-Левый. Или по-другому его называют мысом любви. Ходят слухи, что раньше на мыс проезжали бездетные пары бурят, проводили обряды и молились с просьбой о детях. И мысом в этом помогал. Кстати, возле мыса часто бегает лисица и встречает гостей. Особенно любит, когда ее кормят сосисками приезжающие туристы. А еще через километр остров Ольхон заканчивается. Его конечная точка – это мыс Хабой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я пытался сюда проехать раз пять или шесть, но все какие-то обстоятельства либо нехватка времени не позволяли мне это сделать. Этим летом, например, дорога была вообще заблокирована, там было много грязи и даже местные буханки проехать там не могли. Но сейчас в не сезон в ноябре. Дорога просто шикарная. Сюда можно проехать на любом, ну более-менее полноприводном автомобиле и посмотреть на эту красоту. Ощущение от нахождения здесь – это быть словно на носу какого-то корабля. И этот корабль упирается в открытое море. Как будто ты на краю света. И все, Ольхон заканчивается, а дальше со всех сторон открытый Байкал. И еще одно. Наверное, внимательный зритель, смотря этот ролик и предыдущую часть про Малое море, должен был заметить, что в ролике присутствуют некоторые вставки, которые не свойственны времени года. Наверное, это все заметили. Но я ничего с этим не могу поделать. Потому что зимний Байкал вечно для меня – это лучшее время года. И все. Я покидаю этот эфир, а вы смотрите Зимний Байкал. Зимний Байкал зимний байкал это без преувеличения настоящее чудо света пока мы будем наслаждаться этим чудом добавим несколько сухих фактов начнем с того что когда мы говорим что это зимний байкал мы немного луками потому что ледостав как правило длится с января до начала мая поэтому в сугубо календарном смысле этот байкал еще и весенний и самым первым замерзает как и прогревается именно малое море конце декабря начале января здесь появляется первый лед с учетом не маленьких размеров а байкал длину больше 600 километров уже к февралю льдом покрывается северная восточная часть всего озера дольше всего замерзает юг байкала байкал покрывается льдом весь полностью кроме истока ангары в районе лиственки активные тайны льда начинается в апреле и в мае он исчезает полностью самый популярный для посещения период это конец февраля начало марта именно в это время толщина льда приближается к максимальным значением и от этой самой толщины льда напрямую зависит транспортная доступность острова в теплое время года на лихон можно попасть на пароме но по это уже говорил самом начале конце декабря же водная навигация завершается а феврале открывается ледовая переправа не знаю как вы а я этого момента ду больше чем новый год вот этот самый миг когда ты въезжаешь на ледовую переправу и все ты на льду ничего по сути не меняется ты как ехал так едешь но это только иллюзия грунтовое твердое покрытие меняется на лед тормоза почти не работают а на любой поворот руля еще нужно время чтобы машина поехала куда ты хочешь но это ерунда главное это осознание того что еще несколько месяцев назад тут была вода а теперь здесь можно ехать на четырех колес официальная ледовая переправа соединяет куркутский залив малого моря иркутскую губу на лихоне как правило она открывается во второй декаде февраля а закрывается в последних числах марта даты открытия и закрытия каждый год разнятся и это конечно напрямую зависит климатических условий для тех кто только планирует приехать на ольхон нужно знать что в период с конца декабря до открытия переправы из закрытия переправы до первых чисел мая добраться на машине на остров невозможно это периоды становления и таяния льда соответственно в это время попасть на ольхон можно только на самолете или на воздушной подушке общая протяженность ледовой переправы 11 километров это тот участок льда на байкале за которым следят постоянно проводят измерение толщины льдового покрытия очищают при необходимости от снега в общем делают все чтобы эта дорога была максимально безопасна но все направления которые отделяются от нее уже неофициальные по большому счету въезд на них запрещен и за это можно получить штраф но мало кто может отказать себе в удовольствии прокатиться по ровному льду а не трястись на гравейке по ольхону от переправы до поселка хужир образовывается стихийная многополосная дорога с ледовым покрытием и я просто не могу передать вам словами какой-то кайф вести машину прямо по малому морю так а и и и и и и и и и эти дороги понимаете эти дороги они существуют ровно ну наверное месяц в целом эти дороги связывают напрямую переправу и мы с хобой на севере альхона мы ни к чему не призываем и еще раз повторюсь но вы из-за предела переправы категорически запрещен и может быть смертельно опасен и каждый раз выезжая на лед я полностью беру ответственность за самого себя и своих пассажиров если такие есть впрочем не я один сюда кажется едут почти все почти все что вы увидите далее в этом фильме было снято так или иначе со льда я накатал наверное порядка 1000 километров по байкалу поэтому позволю дать несколько базовых советов по передвижению по льду при выезде на лед отстегивайте ремень безопасности я сам всегда езжу пристегнутым но здесь нужно отвыкать от этой привычки по идее нужно ехать и с открытыми окнами но это слишком холодно все это нужно чтобы в случае ухода под лед максимально быстро покинуть машину всегда нужно ехать там где есть дорога а дорога она ну ее вид если берете машину в аренду убедитесь что в машине есть трос и очень желательно положить багажник лопату когда въезжаешь на ледовую переправу проблем нет но стоит отвернуть сторону можно быстро застрять пайкальский ветер переметает снег в куче и машина быстро садится на брюхо и еще важный показатель когда вы визжаете на лед это чтобы туда въезжала еще какая-то машина и желательно чтобы это была местная буханка или соболь или еще какой-то транспорт который возит экскурсии водители которые возят экскурсии они знают ледовую обстановку каждый день они не поедут туда где будет не безопасно поэтому если вы берете в аренду машину или приезжайте на своей следите за тем как и куда ездят и куда не ездят местные водители лично я никогда не выезжаю на лед период когда официальная переправа еще или уже не действует логика тут простая лед замерзает более-менее равномерно по всей акватории малого моря так как толщину льда отслеживает ежедневно на переправе то эти показатели можно проецировать на всю его акваторию будучи за рулем нужно быть предельно внимательным нет дело не в том что под машиной может провалиться лед в это время он максимально прочный и толстый здесь другая проблема трещины чтобы понять природу происхождения этих трещин нужно обратиться для циологии для циология это наука природных льдах во всех их разновидностях и эта наука говорит нам о том что лед несмотря на его монументальность постоянно двигается и меняется при понижении температуры воздуха на 15-20 градусов что происходит здесь очень часто лед сжимается и бывшие маленькие трещины расходятся и бывает достигают двух метров их называют становыми щелями становые щели могут появиться буквально за ночь так было и со мной накануне я проехал в этом месте и вообще ничего не заметил а сегодня тут уже была трещина с водой само собой если не следить за дорогой можно попасть в нее колесами ну в общем последствия понятны каждый год на байкале тонет не один автомобиль и бывает так что вместе с пассажирами ну и последнее что я хотел сказать учитывайте что тормозной путь на льду гораздо длиннее чем даже на самой заснеженной дороге чуть позднее мы убедимся в этом а пока давайте ехать и наслаждаться дорогой тем более что она проложена через основные острова малого моря остров хубын замагой и пожалуй самый популярный в соц сетях зимний остров огой вот фоточки с этого ракурса каждую зиму появляются в вашей ленте девушка сейчас фотографируется на фоне южного мыса огой а и именуется он хвост дракона слово огой произошло от бурятского ухагуй что означает безводный это самый большой остров между материком и ольхоном 15 лет назад на острове возвели буддийскую ступу просветления а внутрь ступы поместили буддийские реликвии в общем это не только фотогеничная но и очень сильное энергетическое место которое привлекает много туристов а туристов на байкале очень много ведь переправа работает только один месяц а еще на этот период выпадают большие праздники 23 февраля и 8 марта и многие иркутяне как и я отправляются сюда в один из вечеров на альхоне я пытался снять таймлап заката возле шаманской скалы я просто кое-как нашел место где поставить штатив найти какие-то статистические данные по количеству зимних и летних туристов мне не удалось но в год альхон посещают порядка 130 140 тысяч человек до ковидное время за счет иностранцев количество туристов было конечно больше много для привлечения туристов делают travel блогеры снимая и выкладывая видео на том же ютубе но на байкале снимают и художественные фильмы самый новый из них это фильм байкал удивительные приключения юмы 2020 года лед 2 тоже снимали в разных местах байкала в том числе и на малом море а фильм млечный путь и режиссера анны макисон сергеем безруком в главной роли снимали прямо на альхоне в поселке хуже помимо видео и фильмов зимний байкал вы можете увидеть в бортовых журналах это прям маст хэв февральском выпуске журнала каждой авиакомпании чаще всего в фильмах показывает именно ледяной зимний байкал но при этом остров альхон лишь немногим отличается от летнего снега здесь выпадает очень мало толщина снежного покрова не превышает 5 сантиметров а с учетом постоянных ветров его может и не быть вовсе тем временем поселок уже становится центром зимнего отдыха ей без того высокие цены на жилье растут пропорционально наплыву туристов а так как жилья на острове ограниченное количество то и бронировать места следует еще по осени чем ближе дата открытия переправы тем дороже становятся свободные номера но некоторые путешественники предпочитают иное жилье лед байкала привлекает к себе любителей езды на коньках или велосипедах туристы отправляются сюда на несколько дней за световой день проходят определенный участок а на ночь могут остановиться палатки прямо на льду ведь весь свой скарп они несут на себе или волокут за собой как прицеп если путешественники на велосипеде то на этот велосипед устанавливают шипованную резину иначе по льду не проедешь а если ездят на коньках тот тоже не на обычный здесь нужны специальные коньки их называют байсы это специфическое местное название а вообще их называют норвежские коньки или nordic skate ботинки здесь лыжные для конькового хода а сами лезвия удлинены до 40 50 сантиметров такие коньки предназначены специально для катания на замерзших водоемах потому что с такой длиной лезвия проще проезжать трещины но обойти пешком или объехать все интересные места на байсах будет очень непросто ведь расстояние не маленькие да и дорог тут нет что зимой что летом поэтому основной туристический шаттл здесь у вас буханка этот полноприводный микроавтобус как будто был специально разработан для ольхона и байкала представить байкал без буханки это как нью-йорк без желтого такси или венецию без гондолы наверное процентов 90 всех экскурсий на острове и около него проводят именно на этом автомобиле ульяновского автозавода буханка настолько гармонично вписывается окружающую среду что она уже стала неким символом байкала а вообще транспорт зимнего байкала это отдельная история непроходимые ледовые торосы заснеженные участки байкала притягивает сюда владельцев диковатого вида внедорожник а водители этих дорогих спорткаров отводят душу на ровных участках льда да и вообще такой концентрации разной и редкой техники я не встречал нигде как здесь не стоит забывать и воздушных подушках которые то ли плывут то ли ездят по льду но я ведь тоже приехал на своих колесах пусть моя техника и серийная но я устроил свои покатушки вначале я замерил за сколько форик на льду затормозится 50 километров разгон вот тут я нажал на тормоз и вот тут остановился дистанция для торможения метров 40 плюс тормоза таки работают хотя когда сидя в машине ты давишь над педаль тормоза кажется что он никогда не остановится кстати это отличная проверка на работоспособность системы abs и понимания как работает липучка на льду abs работает а вот липучка нет на чистом льду лучше ездить на шипованной резине потом я заехал на немного заснеженный участок и от души дал угла мне бы позавидовали все заднеприводные части марки и крест но почему-то их не было рядом да и вообще на байкале их почему-то ни разу не видел у меня появилось немного свободного времени и я решил съездить до побережья малого моря того самого где в предыдущей части пробил колесо пока ехал не уставал удивляться насколько это невероятно что ты просто можешь отметить пункт назначения на карте и поехать к нему напрямую по пути встретилась группа рыбаков подлёдная рыбалка кстати еще один вид отдыха на байкале вот я проехал посмотрел на этих рыбаков они честно говоря все сидят просто чилят ну конкретно расслабляется они дышат свежим байкальским воздухом они греются на солнышке короче отдыхают никто из них вот ну вот на удочку вот на вот эту маленькую никто не смотрит и мне кажется что это просто повод чтобы съездить на байкал отдохнуть но никак не причина само зимнее побережье конечно отличается от летнего но снега как и на ольхоне тут почти нет хотя острые камни никто не отменял поэтому ехать лучше аккуратно весь мой опыт передвижения по байкалу свелся к тому что на нем очень легко заблудиться на побережье я проехал по накатанной дороге но когда поехал уже обратно найти ее не смог пришлось пробираться на первой пониженной скорости сквозь вот эти острые участки льда но потеряв дорогу нашел кое-что новое куда-то я доехал на какую-то дорогу которая специально расчищена ну-ка проеду до конца может быть тут какие соревнования устраивать я немного прокатился по треку он оказался абсолютно пустым и я решил этим воспользоваться серьезно собираюсь на своем форике поставить какой-то рекорд скорости да это будет рекорд наверное сегодняшнего дня но тем не менее subaru спортивная машина но но данный автомобиль он даже не трубовый это атмосферный двух с половинчатый двигатель и посмотрим что я смогу с поехали я прям до отсечки не жму потому что но это бессмысленно я хочу просто поставить максимальную скорость это не разгон с нуля до ста 160 170 переход на пятую почти 180 180 есть надо мной сейчас поржут любители здесь погонять но для паря это хорошая скорость поверьте для атмосферного паря почти 190 и самое главное что меня за это не оштрафуют ведь я нарушаю скорость скорость на море по малом правда на море 190 я думаю все больше он не разгонится все 190 рекорд скорости этого дня 190 км в час выпускаю парашют выпускаю парашют как я узнал потом эта трасса готовилась для фестиваля дни скорости на байкале который проводится здесь каждый год уже 10 лет когда я уже финишировал увидел этого летевшего слева фланга патриота который видимо хотел меня прогнать с их трека ну вряд ли он хотел взять мой автограф если серьезно то я не думаю что я смог бы подпортить ребятам их ледяную трассу ведь у меня нет шипованной резины и я резко не стартовал и не тормозил а трасса на самом деле сделано отличное я не почувствовал ни единой трещины за все время проведения фестиваля было установлено свыше 20 национальных рекордов скорости три из которых являются абсолютными мировыми достижениями вообще зимний байкал это место проведения еще десятка крупных событий среди которых байкальская миля тоже автогоночный фестиваль забеги на марафонские дистанции трехдневные гонки на велосипедах и коньках хоккейные матчи звезд и турниры по гольфу все это проводится в разных местах озера но в целом дата их проведения становится известны заранее и на них можно подгадать свою поездку еще на байкале проводят фестивали ледовых скульптур может быть и на сам фестиваль не всегда можно попасть но результаты труда участников будут доступны и после его завершения команды из разных регионов в течение нескольких дней выпиливают эти скульптуры из чистого байкальского льда и Субтитры сделал DimaTorzok Вы только что увидели кадры двух фестивалей 2021-2023 года. Я специально не стал приводить скульптуры к определенному году, ведь это не имеет значения. Потому что ежегодно организаторы и участники придумывают что-то новое. И в этом есть уникальность этого события. Все это очень круто. Но жаль только одно, что скоро это все растает. Буквально в прошлом году, 8 марта, я приезжал сюда и никаких скульптур уже просто не было. Они все были уже растаявшие. В этом году, сегодня 24 февраля, пока все это стоит, пока это все можно увидеть. То есть вот этот диапазон, когда можно посмотреть на скульптуры, он чрезвычайно мал. К сожалению так. Но оттого еще более интересно ждать этот период и когда он наступает, наконец-то опять приехать, опять восхититься этими фигурами и можно ехать дальше. В общем, зимний Байкал это большое количество событий. Но все-таки каждый приезжает сюда, чтобы насладиться льдом и, конечно, сделать красивую фоточку. Еще один объект для отличной фотографии – сталагмиты, нарощенные на скальных берегах. Для этих наростов даже придумали специальный термин – сакуй. Сакуй на Байкале образовывается еще в начале зимы, пока сам Байкал не встал. Высокие волны захлестывают воду на береговые скалы, где она мгновенно замерзает. А еще на Байкале убийственно швы. Шикарные закаты и рассветы. Я пробыл на Байкале несколько дней и закаты провожал в разных местах. Продолжение следует... Продолжение следует... Но вот чтобы встретить рассвет в каком-то отдаленном месте, нужно выезжать затемно. Я выехал из Хужира в 5 часов утра, а потом почти час ехал прямо по льду при свете фарм. Вроде ничего такого. Та же дорога, по которой я ехал накануне, но ощущения абсолютно иные. Во-первых, едешь гораздо медленнее. А во-вторых, всматриваешься в лед так, словно каждые 10 метров тебя поджидает трещина. Но это того стоило. В то утро я был первым и единственным человеком на Хабое, встречающим рассвет. Субтитры сделал DimaTorzok Рассвет я правда встречал в машине. На улице было минус 20 с ветром и я прям сильно замерз. А потом я просто обогнул мыс Хабой и двинулся по льду Байкала. И если на малом море большая часть льда запорошена снегом, то на восточной стороне Ольхона лед почти весь чистый из-за непрекращающихся ветров. Сказать, что я был в восторге, это не сказать ничего. Я никогда не был с этой стороны Ольхона. Это виды, это просто что-то бомбическое. Эмоции, там та сторона Байкала, Бурятия, встает солнце, рассвет. И никого нет, просто ни единой души. С дрона кажется, что ты и твоя машина просто какие-то песчинки в огромной ледяной пустыне. Сидя в машине, ты чувствуешь себя так же. У каждого свой релакс. Кто-то может часами смотреть на море и слушать его шум. Кто-то, закутавшись в плед с кружкой чая, гипнотизировать огонь в камине. А для меня таким расслаблением стали вот эти кадры. Как одна маленькая машинка с еще более маленьким человеком внутри кружит по бескрайнему льду. Человечек и его любимая машинка исчезнут. А Байкал великий и огромный останется. И будет замерзать каждый год на протяжении сотен тысяч лет. Как делал уже на протяжении миллионов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, у меня со съемок осталось большое количество неиспользованных полностью кадров. Хватит на 40-минутный расслабляющий фильм. Напишите в комментариях, кому нравится такой формат. И если будет хоть один желающий, такое видео будет на канале. Мы немного отвлеклись от нашего путешествия, пора к нему вернуться. Итак, самая глубокая точка самого глубокого озера в мире находится в 12 километрах от поселка Узуры. А возле этой впадины возвышается самая высокая точка острова Ольхон, гора Жима. Для местных гора священна. А на ней живет дух, старец с длинной белой бородой, который помогал заблудившимся в лесу найти дорогу домой. По-другому поверью, на ней живет громадный бессмертный медведь на цепях. Так или иначе, гора священна и местные на нее не ходят. Но до этой горы, ровно как и до самой глубокой точки Байкала, я не смог доехать нескольких километров. Я потерял квадрокоптер. Мой карманный DJ Mavic Mini потерял связь, одновременно села батарейка на дроне и на пульте. А в условиях сильного ветра его отнесло от машины на добрых 700 метров. Если говорить в двух словах, то я смог найти его только с третьего приезда сюда и только через неделю. Но эта история достойна отдельного рассказа. А пока расскажу немного про сам лед Байкала. Пока я бродил по льду в поисках своего квадрокоптера, я своими глазами убедился в том, насколько этот самый лед бывает разный. Тут есть простой прозрачный лед, или вот такой блинный мед, или как его еще называют, колобовник. А иногда ты встречаешь вот такие куски светящегося льда, которые на самом деле являются не льдом, а пузырьками газа метана, замкнутыми в ледяном плену. Чаще всего такой лед встречается возле поселка Бугульдейка и Большое Голоусное. Если хотите целенаправленно увидеть много-много пузырьков, лучше направляться туда. Но даже если вам посчастливится увидеть то, что увидел я, уверяю, это будет незабываемо. Это какой-то космос под твоими ногами. Простите, но камера, какая бы камера ни была, она не сможет передать вам всей красоты. Это нужно обязательно смотреть своими глазами. Зимний Байкал – это чудесное время для посещения озера. Но чтобы ваш отдых прошел более комфортно, позволю дать еще несколько советов. Первое. Обязательно тепло одеваться. В дневное время солнце начинает очень хорошо греть, но ночные и утренние температуры все так же могут опускаться до 30 и ниже градусов. Не забываем и про байкальские ветра, которые дуют почти всегда и везде. Гулять пешком в обычной обуви по льду достаточно неудобно. Если вы намереваетесь ходить много и долго, советую купить нескользящую подошву с шипами. Начинайте бронировать проживание сильно заранее. Можете даже сделать это в начале осени. По сути, чем раньше, тем лучше. Чем ближе дата остановления льда, тем меньше свободных предложений и тем выше цена. В этом ролике нет точных цифр по стоимости проживания, потому что я лишь пару раз останавливался где-то в гостевых домах. Обычно я ночую в машине, палатке или еду домой в Иркутск. Поэтому сказать, стоит оно того или нет, решать только вам. Субтитры сделал DimaTorzok. Зимний Байкал бесспорно прекрасен. Я надеюсь, что вы это увидели. Но я бы хотел, чтобы вы его услышали вместе со мной, прежде чем мы уедем с Байкала. Я надеюсь, камера сможет передать те звуки, которые я слышу здесь ухом. Сказать, что это очень успокаивающие звуки, которые подойдут вам для белого шума, я не могу. Потому что треск льда, это не самый приятный звук, скажу я вам. Ну, я надеюсь, что я что-нибудь смог записать. Продолжение следует... Сколько бы раз и в какое время года я не ездил бы на Байкал, уезжать не хочется никогда. Байкал как огромный магнит не отпускает тебя. Байкал это великое озеро, бесспорно прекрасное и лучше не верить моим словам, а приехать сюда и убедиться в этом. И по моему мнению, лучше это сделать в разные периоды. Летом, зимой-весной, в ледовый период. Ну и если хотите увидеть Байкал без столб туристов, это осень. У каждого периода есть свои плюсы и минусы. Летом тепло, красиво и можно купаться. Но если приедете на Альхон, то гарантированно простоите в очереди на паром несколько часов, а то и более. Осень это отличный вариант, чтобы просто насладиться природой. В этот период самое дешевое проживание, а еще в это время на Байкале очень немного. Я бы сказал, почти нет туристов. Но будьте готовы к сильным ветрами и уже довольно холодной погоде. Зима это прям супер кайфовое время. А лично для меня это, пожалуй, самый крутой период для приезда на Байкал. Но это и самый дорогой сезон для приезда на Байкал. Сказать, сколько это стоит, я не смогу. Я иркутянин, и мне, чтобы приехать на Байкал, нужно только заправить машину. Стоит оно того или нет, решать вам. Но я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что Байкал равнодушным еще никого не оставлял. А в этом выпуске показана лишь небольшая часть озера. Существует еще множество прекрасных мест, которые можно посетить. А я пока работаю над следующим роликом, и надеюсь, что он вам тоже понравится. В этот раз я хочу рассказать и показать вам город, в котором я родился и вырос. И да, я сейчас про Иркутск. Столицу Восточной Сибири и Сибирский Париж. Короче, видео будет у меня на канале. Всем пока и увидимся в Иркутске. Субтитры подогнал «Симон»!